Далее в нашем эфире интервью Николая Сванидзе со вторым президентом Армении, Робертом Кочаряном, который выпустил автобиографию и рассказал о событиях времен распада Советского Союза. Не переключайтесь. Здравствуйте. Мы в Армении, в древнем и даже не в самую солнечную погоду прекрасном Ереване. В Армении второй президент Армении, Роберт Кочарян, написал книжку «Жанр. Политические мемуары». И в ней, конечно, идет речь о событиях, перипетиях современной политической истории Армении, которой роль автора существенна. Но я бы хотел говорить о том времени, когда мы входили в состав единого государства. Это государство разваливалось. Вот развал Советского Союза до сих пор актуальная тема в России. Роберт Садракович, Армения тогда хотела реально своей независимости, государственной самостоятельности? Или просто вот так вот объективно получилось? Доминировала тогда тема Карабах. Обращение Карабаха к Армении с просьбой принять ее состав, обращение в Москву. То есть все это происходило в контексте карабахского движения. Но лидеры этого движения здесь, в Армении, они все-таки думали о независимости Армении. По крайней мере, часть из них были серьезно сторонниками независимости Армении. Вы, в частности? Я был лидером движения в Карабахе. То есть отношение в Карабахе к Советскому Союзу было совершенно другим. Мы видели решение своей проблемы именно в рамках Советского Союза. Нам казалось, что мы поверили в перестройку и гласность настолько искренне, что нам казалось, что этот момент, этот шанс решить свои проблемы. И мы были убеждены, что решит их именно Москва. В Армении, конечно, были силы, которые серьезно думали о независимости. Которые были сторонниками этой независимости. Но доминирования этих идей в обществе, на мой взгляд, тогда не было. Здесь, в Армении. Насколько, на ваш взгляд, из Армении, из Карабаха, из Армении, этот развал Союза, и в частности отделение Армении, носило объективный, неизбежный характер? Или здесь были факторы, скажем, личного порядка? Или это было объективно? Я думаю, оба фактора. Объективно, все-таки идеология страны была расшатана. В нее никто не верил. В коммунистическом? Да, да. Идеология, которая сцепляла эту страну. А у Политбюро, у лидеров страны того времени, не было других идей, которые могли бы, привлекательных идей, которые могли бы они предложить общество. И не было воли, для того, чтобы, ну, просто не позволить распада. То есть, тут для меня ситуация... А воля, вы имеете в виду, железный кулак? Ну, вы знаете, к примеру, в Китае сохранились все равно железным кулаком. Вполне возможно, что в Советском Союзе это проявило бы к еще более трагическим последствиям, чем те, которые были. Но не было ни идей новых, привлекательных, и не было воли. Для того, чтобы решить это, ну, по-советски так скажем. Вот, продолжая тему развала Союза, межнациональные отношения того времени, что вы могли бы о них сказать? Потому что говорят, что вот все было замечательно, любовь, морковь, никаких проблем в отношениях между этносами, между нациями, и вдруг все само собой развалилось. Вот, о межнациональных отношениях. Ну, то, что произошло у нас, и впоследствии произошло и в ряде других республик, ну, яркое подтверждение тому, что все было не так уж хорошо. И, вы знаете, ведь все держалось на сильном центре. На сильном центре. Москва. Москва, на идеологии, на порядке, который был в стране. И, когда затрещала идеология сама, когда стал ослабевать центр, то трещины Советик Союз стал давать там, где наиболее остро были выражены проблемы межнациональные. И началось все, в принципе, тогда с Карабаха. И когда меня спрашивают, а вот, прозвал Союзу, начал с Карабаха. Да не с Карабаха он начал. Начался он совершенно по другим причинам. Но стал давать о себе знать в тех точках, где напряжение было наиболее сильным. И, кстати, я думаю, Советик Союз все-таки распался, когда этот разлом пошел по национальным границам, по национальной тематике. Потому что здесь инерционность совершенно другая, процессы совершенно другие. В России они вовлекают огромные массы людей. И это тема, которая может взорвать ситуацию любую. И вы посмотрите, что произошло в Югославии уже позже. То есть наиболее чувствительная тема, кстати, манипулирование которой может привести реально к сложнейшим проблемам. И недооценка которой также может привести к сложнейшим проблемам. То есть в Советском Союзе пытались всячески эту тему приглушать. Я был много раз, я встречался в Москве со многими видными общественными деятелями. Я был тогда, встречался с членами полябюро в составе Карабахской делегации. Вы знаете, нам говорили одно, что таких проблем в Советском Союзе много. И решение хотя бы одной из них, то есть Карабахской проблемы, вызовет цепную реакцию. Мы говорили, что... То есть не раскачиваете лодку. Да. Мы говорили, вы знаете, лодка уже раскачалась без нас. Сейчас та ситуация, когда не решение проблем приведет обязательно к тяжелейшим последствиям. То есть, на ваш взгляд, Москва не успела за поездом, потому что голова зарывалась в песок, да? Не хотели видеть реальности. Я думаю, не знали, что с этой реальностью делать. И власти не было ничего нового, креативного, что можно было бы предложить обществу, и что склеило бы эту страну. Мне кажется, они просто не были готовы к этой ситуации. Вы в своей книжке пишете... У вас есть резкие оценки, очень, в соответствии с вашим темпераментом. Но у вас есть оценки и позитивные. В том числе тех людей московских, которые чувствовали ситуацию, которые пытались держать руку на пульсе, что-то делать, и проявляли себя ответственно и честно. Вот, в частности, вы упоминаете Евгения Максимовича Примакова. В таком контексте, позитивном очень, вы упоминаете Аркадия Ивановича Вольского. Ну, начну с Аркадия Ивановича. Он у нас был руководителем комитета особого управления. То есть, тогда Москва, поняв, что не может ничего сделать с нами, предложила некую модель прямого управления на Горном Карабахе. То есть, формула такая, да, вы не принимаете Азербайджана, новости с ним проблемам, послаем своего представителя, который готов работать с вами. Человек удивительно обаятельный, с очень интересным чувством юмора. Он понравился буквально всем в Карабахе. И оставил очень хорошую память о себе. И наше отношение, наша дружба продолжалась еще долгие годы, после того, как он уехал из Карабаха. Я думаю, Аркадий Иванович не мог даже представить, что этой великой страны может не быть буквально через пару лет. Но никто этого себе не представлял? Никто не представлял. Мы это чувствовали. Мы это чувствовали, потому что мы не понимали, а как вообще то, что происходит в Карабахе, возможно вообще. Ведь буквально за 2-3 года для нас страна стала неузнаваемой. Мы жили в стабильной, понятной, прогнозируемой стране, с понятным будущим для каждого из нас. Там карьерный рост, там, как это может происходить, там, ну и так далее, и так далее. И вдруг в течение 2-3 лет мы оказались в совершенно другой стране, в другой ситуации. И, вы знаете, вот ощущение того, что что-то происходит, и эта ситуация обязательно приведет, ну просто к развалу той системы, в которой мы находимся, и не только в идеологическом плане, но буквально к физическому распаду, ощущение это было у нас очень сильное. Ну вот те люди, которые адекватно воспринимали ситуацию, а я вас сейчас попрошу еще о Примакове вспомнить, Евгения Максимовича, то есть нельзя сказать, что они занимали там проармянскую или проазербайджанскую позицию, они просто были честны и не коррумпированы, как я понимаю. Несомненно, несомненно. С Евгением Максимовичем мы впервые познакомились в Москве, я в составе Карабахской делегации был. Я описываю в книге эпизод нашего конфликта, когда под его эгидой обсуждался вопрос обмена военнопленными между Карабахом, Азербайджаном, Арменией. Тогда у нас был конфликт, я проявил такое карабахское упрямство в этом вопросе, но мы буквально через год помирились. Он описал, кстати, это в своей книге, описал честно, пропустив некий момент, он просто сказал, что в Карабахе у нас были некоторые проблемы. Так как он рассказывал тбилисские анекдоты, я ни от кого не слышал. Но он был еще и мог стол вести потрясающе, он был тамада от Бога. Мы провели был ужин, он просто, этот стол, я до сих пор в картинках, и в анекдотах помню стол, который был, ну, сколько лет назад это было, когда он был министром иностранных дел. Вы знаете, вот столько лет, в живых картинках. Спасибо. Это был второй президент Армении Роберт Кочарян.